Я же говорю, аааа, что это? Почему свет мигает? Что у нас в этой черной блестящей баночке? Пушистый снег-слайм? Это типа был пранк, да? Очень смешно, Ань. У меня аж слезы на глаза навернулись. Ань, там Алиска уснула, а давай ей устроим пранк-лизуну. Ай-яй-яй, что такое? Аня, кажется, он сейчас упадет. А, блин, ловлю, а, вот жесть. Привет, Ань, ну наконец-то ты вернулась. Да, наконец-то. Привет, ребят, и знаете, что я вам привезла из Казахстана со встречи с Мэджиками? Шоколад, конфеты и вкусняшки. Так, вам же нельзя, сладкая. Я привезла вам целую коробку кое-чего для сегодняшнего видео. Аккуратненько. Ух ты, иди, иди, что там? Класс, что там такое, Ань? На самом деле в этой коробке были подарки от одной девочки, но я эти подарки распаковала и положила в портфель. А ей спасибо за эту коробку, потому что она помогла мне довести то, что я собрала из всех подарков Мэджиков для вас. Так, стоп, я вижу, что кто-то еще не подписался. А ну-ка, нажми-ка красную кнопочку подписаться внизу. Так, молодец. А там рядом еще есть кнопочка лайк. Ну-ка, нажми ее скорее. Вот так, подписался, лайк поставил, молодец. Теперь ты, Мэджик, поздравляю. А, ну, кто там еще не подписался? Скорее. Молодецкий солист. Ну что, ребят, как думаете, что в этой коробке? Может быть, много покемонов? Какие-нибудь прикольные игрушки? Может быть, там какие-нибудь интересные экспериментальные принадлежности? Эй, Иван. Уже горячо, так. Ань, может быть, ты просто сама нам скажешь? А комментарии забыла. Вон, внизу только что кто-то написал. Волшебный комментарий. Видите, они тут вокруг в ролике появляются? Пиши. Ладно, не буду тянуть, раз вы не можете отгадать. Это целая коробка антистрессов. Серьезно? Что, правда? Лизуны, жвачки для рук, слаймы и все такое. И сегодня мы будем проводить ваш любимый эксперимент. Блендер против антистрессов. Крутяк. Ага, но сначала надо посмотреть, что тут у нас есть. Ань, слушай, раз ты вернулась, это значит, что сегодня ролики не только на нашем канале? Конечно. Просто мы очень ждем то самое видео. Смешилкиных на моем канале? Да, и их тоже, они же выйдут. Да, они сегодня вышли. Класс, но мы вообще-то про другое видео говорим. Да, мы говорим про видео из больницы. В ветеринарной клинике ты имел ввиду? Да, очень хочется посмотреть. Особенно там, где про операционную. Оно уже вышло на канале Magic Family? Да, Лиз, оно уже на канале. Значит, ссылка вот там внизу, да? Да. Круто, обязательно сходи, посмотри. И там не только операционная. Но еще и другие штуки, да? И главное, как мы ходили на прием к ветеринару и что он обнаружил. И это тоже, да, Софиш. А еще в том видео много всяких историй, тайных комнат, и ты ездила на каталке. А еще там... И главное, котик. Да, и котика того зовут Баюн. Он будет жить с нами? Так, Юмичу, пусть ребята сами посмотрят то видео, послушают, что я там рассказала. И, возможно, мы снимем про Баюна отдельное видео. Вы же оставили ссылку. Ребята сходят и посмотрят. Да, будет очень круто, если они поддержат твою новую рубрику, что внутри. Ну что, там много еще? Вроде бы это последние баночки с антистрессами. И наша коробка наконец-то опустела. Сейчас мы ее уберем и будем начинать. А, круто! Я предлагаю смешивать сразу все антистрессы в одного гигантского монстра. Посмотрим, выдержит ли наш блендер Ваня, да? Да, Алис. А может антистрессы проиграть? Посмотрим. У нас тут случайно в коробочку попал вот такой вот антистрессик, но его, я думаю, мы оставим на другое уничтожение. Да, когда мы будем снимать, что внутри антистресса? Когда мы будем их разрезать ножницами? Посмотрим, что у нас получится сегодня. Вот он наш старенький блендер Ваня, который прошел огромное количество испытаний и до сих пор работает. Так, девочки, вы пока почитайте, сколько у нас антистрессов. Так. Ань, а давай начнем с самых больших. И будем постепенно идти к маленьким. Как скажете. Ну что ж, вот две самые большие коробочки. В одной из них кажется бледно-розовый лизун. С золотыми блестками. Кажется, он очень тянучий. Красиво блесточки переливаются. Ань, а давай, знаешь что, мы будем сразу их показывать и сразу же доставать и запихивать в наш блендер. Да, вот это я сейчас и пытаюсь сделать. Он очень-очень прилипучий, ребята. Сопельки. Он просто как растаявшая жевательная резинка. Вот это сопельки, да? Юмичу, при чем здесь сопельки? Ой, Юмичу, как всегда. А, как же мне отлепить его от рук, как кошмар. Мне кажется, после такого наш блендер Ваня проиграет сразу. Но ты справилась и первый антистресс в блендере. Давай, Ань, открывай вот этот желтенький. Я надеюсь, он не такой прилипучий, как розовый. Он, кстати, тоже с золотыми блестками. Да, ой, что-то никак не открывается, не хочет открываться эта коробка. Неужели у нас опять сегодня все пойдет не так? В принципе, это значит, как обычно. Так, ребят, похоже, он такой же прилипучий. И я попробую не особо прикасаться к нему, а вылить его туда прямо из коробочки. Чтобы не так сильно запачкать руки. Но, похоже, у тебя это не очень хорошо получается. Юмичу, если ты опять будешь что-то лизать, мы ничего не будем делать. Фуф, вроде все. Мне почему-то кажется, что сегодня блендер Ваня проиграет и окончательно сгорит. Юху, Ваня, давай откроем вот эту вот странную черную баночку. А, но мы же хотели идти от больших к маленьким. Просто интересно, вдруг там черный лизун. Нет, давайте делать, как мы договорились. Следующая по размеру банка вот эта вот розовая. И в ней у нас вот такой вот ярко-нежно-розовый лизун. С зелеными какульками. Юми, вообще-то это пенопластовые шарики. Давай, вынувай его из банки. Не вынувай, а вынимай Юмичу. Он, кстати, очень прикольный на ощупь. Как будто немножко шершавый. Может в нем песок? А зачем вот эти зеленые какульки? Ну, в смысле пенопластовые шарики. Ну, просто для прикола, это же все-таки антистресс. Кстати, он очень классно тянется и совсем не прилипает к рукам. Очень прикольный. Ой, кажется, лапа прилипла. Надеюсь, он сделает нашу массу менее тянучей. Ань, а давай их про их перемешаем? Обычно мы перемешиваем, когда уже все лизуны там. Но, как скажете, ребят. Так, советую всем разойтись, потому что будет громко. О-о-о. Странно, блендер не включается. Я же говорю... Что это? Офигеть, это что такое? Почему свет мигает? Я не знаю, ребят, что происходит. Вот это жесть. Капец. Спокойно, братик, не нервничай. Да уж, фух. Я выключила его из розетки. Ладно, давайте посмотрим, что у нас там. По-моему, они стали лучше. Не такими прилипучими. Да, лизун стал у нас более однородным. И у него очень прикольный розовый с разводами цвет. Ладно, а ставь его там. И давай продолжать добавлять к нему лизунов. Да, если у нас что-то дальше вообще получится. Вот следующая у нас по размеру баночка. И в ней какой-то немножко странный лизун. Он белый или... Нет, он белопрозрачный. Внутри него цветные блестящие шарики. И что-то он мне напоминает. Сало. Да, есть немножко. Он правда похож на сало. Давай, пихай его в блендер. Посмотрим, как он справится с тем, что мы сделали лизун еще больше. Теперь он точно сгорит. Крутяк, Ань, а теперь давай этот черного откроем. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас в этой черной блестящей баночке. Ха, а в ней-то и не черный лизун вовсе. А такого прикольного... Как этот цвет называется? Он гладкий и внутри него тоже какой-то порошок, как будто песочек. И правда, он немножко похож на скраб. Он не ломается и не прилипает. Прям идеальное состояние. Он очень классный. И смотрите, как он тянется. Прям как жевательная резинка. Практически прозрачный становится. Кажется, что можно пузыри надувать. Добавим его к нашему гиганту. Ань, слушай, у нас как-то так случайно получилось, что все антистрессы, которые сейчас в блендере, они с розовым оттенком. Ну, в смысле, типа розовые. Поэтому мы хотим предложить сделать все голубым. Моего цвета. Нет, Эйвен, ты дурак, что ли? Там все розовое. Короче, выбрать антистрессы именно похожих оттенков и сделать такой вот розоватый лизун. Да, я вас поняла. У нас тут есть еще и другие цвета, типа желтый, зеленый, оранжевый. Но мы их отложим и сделаем из них что-нибудь другое, да? Да, например, радужный лизун. А это что? А это... Ой, это... Это какой-то очень яркий лизун. Похож на... На... Какашку. Юми, чудо, что ж такое? Сколько можно тебя переучивать? Перестань все, что коричневое или какое-то слизкое. Называть соплями, какашками. Это... Это не культурно. Но он действительно странноватый и очень-очень липкий. Пожалуй, его в наш розовый антистресс-монстр мы добавлять не будем. Желтый убирай. Да, это будет у нас радужный антистресс. И если сегодня успеем, сделаем его тоже в блендере. И, например, устроим конкурс между двумя антистресс-гигантами. А вот эта вот баночка, наверное, нам по цветам подходит. Оранжевая сюда. А это что? Какашка-смайлик. Юми, чё, Аня же сказала, хватит уже. Ты же не маленькая. Чё, ты не маленькая? Очень даже маленькая. Ну, чё, скажете, не похоже? Вообще-то это больше похоже на какой-то бронзовый или золотистый цвет. И он немножко ломается. Так, отлично. В синей коробочке у нас жёлтенький слаймик. Очень прикольный. Он у нас идёт в радугу. Кажется, сбудется твоя мечта, и у тебя будет чёрный лизун. Эти идут в наш розовый гигант. Они подходят по цветам. Эти тоже. Так, а это что за цвет? Ой, ой, какой-то он странный. Ладно, он нам подходит по цвету. И белый пушистый снег-слайм. Что это? Кажется, это не просто какой-то там лизун. Прикол. Если честно, я такое вижу впервые. Ой, он ещё и какой-то твёрдый. Хм, очень странная структура. Как его достать оттуда? Сейчас, погодите, я выковырю. Ничего себе, какая прикольная штука. Он как бы твёрдый, но и мягкий одновременно. И если его расплющивать, он не возвращается обратно, остаётся в том же положении. Это даже не лизун. Ой, а я поняла, это антистресс из мягкого пластика. А внутри него куча, ну тех, что ты говорила, пенопластовых шариков. Да, Юмич, в этот раз ты права. Я сейчас скатаю из него шарик. Смотрите, получается прям мячик, которым можно играть. Раз, два, три, ловите. А, ну кидай давай. Ловите, ловите. А, ну чё? Ну? Раз, два, три, ловите, ловите, ловите. Ладно, ребят, я пошутила. Кидать я вам его не буду, потому что вы возьмёте его в рот, а вам такое нельзя. Это типа был пранк, да? Очень смешно, Ань. Мы думали, ты кинешь нам мячик, у меня аж слёзы на глаза навернулись. Ну, Ань, ты даёшь, конечно. Ой, ребят, вы меня простите, просто вам такое нельзя. А вообще, я предлагаю его сохранить и сделать потом видео белый такой антистресс против чёрного, который мы сегодня откроем. Ну ладно, идея, ничего так. Кстати, давай его заодно и откроем. Смотрите, там что-то лежит сверху. Кажется, это мини-конфета, а её можно съесть. Сейчас я её выковырю. Нет, это же игрушечная конфета, есть её нельзя, ребят. Первый раз вижу чёрный антистресс. По-моему, мы, правда, никогда не видели их чёрного цвета. Он, кстати, очень прикольный такой. Он не совсем лизун, это что-то вроде жвачки для рук. Смотрите, он вообще не рвётся, он растягивается практически до плёнки, становится прозрачным, что аж всё видно сквозь него, но при этом не рвётся. Очень круто. Согласна с твоей идеей, устроить чёрный антистресс против белого. Ой, порвался. Так что ты их прибереги, убери пока. Из цветных мы будем делать радужного гиганта в блендере попозже. А сейчас давайте сложим в блендер все вот эти антистрессы розоватых оттенков. Розоватых вообще-то. Ой, ну оговорилась я Юмичу, надо придумать ему имя. Ань, мне кажется, надо назвать его Пинки. Звучит прикольно. Давай назовём его Пинки Слайм. А может Пинки Биг Слайм, потому что он же будет большой. Давай вот этот. Вообще-то Пинки была моя идея, поэтому я предлагаю назвать его Пинки Супер Слайм. Может ребята просто как обычно проголосуют в опросе, там их будет несколько про разные антистрессы. Вот эти вот одни из моих любимых, они такие как желе, очень прикольные, я их люблю. А вот эти вот, они другие, они как бы матовые, что-то он никак не хочет вылазить из банки. Мне кажется, это мягкий пластик, а не жвачка и не лизун. Сегодня мы мягкий пластик шоём. Это точно, но по-моему по цвету он больше подходит для нашего радужного антистресса. А вот она, та самая странная баночка с непонятным антистрессом внутри. Это и не лизун, и не слайм, и не жвачка, а что-то непонятное. Оно даже больше на сквиш похоже, потому что он всё время возвращается в форму. Из него невозможно ничего лепить, он как бы вот как есть шарик, так и есть. Очень необычный такой, интересно, что в него такого добавили, что он стал таким. А вообще на вид он похож на глину как будто. Ладно, кидай его тоже, поехали. Осталось всего три, один вот в такой вот баночке. Ой, какой красивый, смотрите. Такой вот бледно-бледно-розовый. Ань, там а лизка уснула, а давай ей устроим пранк лизуном. Ой, ой, что это? Ай-яй-яй, что такое? Алис, прости, это была не моя идея. Капец. Это Эйвен предложил устроить тебе лизу на пранк. Ничего себе, он растягивается. Давай, бросай его туда. Итак, у нас тут ещё такой вот бледно-бледно-розовый мягкий пластик. Его тоже туда. Ой, Ань, смотри, он как-то странно стоит. Да уж. И последний антистресс в нашей цветовой гамме, Magic Slime, потому что там много блёсток для кисы Алисы, кота-монстру. Ух ты. В нём действительно очень много блёсток. И он фиолетовый. Как эмоджи Magic Ball, который я всегда ставлю в своих записях. Внутри него ещё цветные пенопластинки. Классный, прикольный. Давай, Ань, скажи, суй его в блендер и будем смешивать. Фуф, ну что ж, почти полная чаша. Можно начинать, давай, Ань. Сейчас начнётся эпик. Вау. Да уж, я даже боюсь предположить, что у нас получится. Я ставлю, что блендер сломается. Класс. Лайк, лайк. Ребята, если опять что-то пойдёт не так, блин, свет погас. Давайте лучше расходитесь, а то мало ли что. Поехали. Ой-ой-ой. Офигеть, вот это куштяк. Бомбежно. Вот прикол. Это просто ещё круче, чем когда мы взрывали лизуны. Вот он там фигачит, Ань. Аня, кажется, он сейчас упадёт. А, блин, ловлю. Вот жесть. Кажется, его нужно держать, иначе тут всё развалится просто-напросто. Капец, это просто гипнотизирующая штука. Вот он крутит, крутит-то. Ух, буду держать. Так, аккуратно. Вроде наш блендер Ваня справляется. Всё, хватит. Ну что ж, ребят, откроем и посмотрим, что у нас получилось. У нас есть специальная коробочка, в которую мы его сложим на хранение. Чтоб мэджики написали, как нам его помучать, а мы потом снимем уничтожение. Так, давайте попробуем его достать. Хм, круто, смотрите, чаша чиста, блендер выжил. А ещё у нас тут есть лезвие, на которое он зацепился. Но, на удивление, ребята, структура у нашего монстра получилась прекрасная. И он ни к чему особо-то и не прилип. Так что лезвие тоже осталось целым, и наш блендер выдержал это испытание. По-моему, Пинки Супер Слайм получился крутой. Да, это было очень мощно. А, ну это, давай его поразглядываем, пощупаем, покажем мэджиком поближе. Ну, это же не совсем то, что будет в окончательном варианте. Потому что, когда он полежит вот в этой коробке, он как бы расплющится и станет более глянцевым. И равномерным. А сейчас он всё равно красивый, такой с блёстками, бледно-розовый, очень прикольный. И самое главное, что он очень большой. И очень, наверное, тяжёлый. А мне больше всего нравится цвет. Пинки Супер Слайм получился очень милым. По-моему, между блендером и нашим гигантом была ничья. Вернём наш Пинки Супер Слайм в коробочку, и пусть он там пару дней полежит. Он станет намного круче, мне кажется. Ань, а теперь нам пора делать радужный лизун и устроить между ними соревнования, да? Да, точно, давай! Но давайте не в этот раз, ребят. А давай тогда, если ребята захотят радужный лизун против блендера, то пусть наберут много лайков, и мы с ним продолжение. Так что, Мэджики, ставьте лайк, голосуйте, подписывайтесь, пишите комментарии. И идите смотрите новые видео на других наших каналах. Особенно на канале Мэджик Фэмили. Там очень крутое видео, что внутри ветклиники, осмотр у ветеринара и всё такое. Скажи, давай! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...